МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основу техники безопасности маленьким могилевчанам теперь учить не просто увлекательно, а еще и вкусно. Любимые анимешные герои из волшебной книги МЧС теперь можно найти и на детских лакомствах. Ответь правильно на вопрос и получи творожный сырок. У звездочета в центре главной пешеходной улицы Могилева работники МЧС решили наполнить горожанам правила безопасности и сделали это креативно. Что у нас за ситуация? На сковороде загорелось масло. Твои действия? В первую очередь нужно снять сковородку с плиты и выключить газ, потом загасить водой. Неправильно! Никто не слышал этого. Вода – это очень опасно. Будет много брызг, ожога, возгорания. Правильно, мы отключили газ. Молодец. И как мы затушим? Какой способ? Что есть у сковороды? Одеялом накрытым. А еще лучше, что? Крышку накрыть. Конечно же, выключили газ и накрыли крышкой. Хорошо, тебе, сырок, за твои знания. На какое время можно оставлять ребенка одного, например, если вы пошли в магазин? На какое время? Пошли, пожалуйста, блядь. Правильно, молодцы. Я никогда не оставляю, другим не советую. Тебе. Спасибо. А что тут написано? Я никак не могу понять. Ну что, что? Тут написано, что по льду ходить нельзя. Этих мультяшек на сырках Могилевская ребятня хорошо знает по анимационному сериалу, который выпустило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Идею разместить героев на сырках предложила Могилевская фабрика мороженого. По задумке, таким способом родители смогут сделать акцент на соблюдении правил, а ребята поделятся знаниями со сверстниками. Как ты думаешь, они пригодятся, вот эти вот правила тебе в жизни? Конечно, пригодятся, потому что при любой чрезвычайной ситуации ты будешь знать, что делать, а не теряться. И можешь спасти жизнь другим людям, и себе тоже. Победить огонь коварный тот, кого зовут? Пожарный. Молодец. Вот тебе сырок с зайчиком. И вот такая вот книжечка, смотри. Книжечка «Приключения Даши в стране опасности». Попросишь, бабушка тебе почитает. Здесь разные чрезвычайные ситуации. И мы считаем, что это даже необходимо проводить, чтобы детки с раннего возраста знали номера, знали самое необходимое, то, что нужно в этом возрасте. Ну, мы вот... Она знает у вас какие-нибудь короткие номера безопасности? Маргарита, ответь, ты знаешь короткие номера безопасности? Какой надо вызывать номер телефона, когда скорая помощь? 103. Молодец. На каждом сырке, кроме героя, есть и совет от него. Если беда, звони 112. Какая беда может приключиться? Могут загореться электроприборы, если баловаться со спичками. И если в розетку вставить и забыть, что у тебя на розетке какой-то электроприбор, то это может загореться. Ну, как вы думаете, правила безопасности важно знать? Да. Почему? Ну, потому что, если не знать правила безопасности, можно погибнуть. Мы должны своих детей учить безопасно. Это прежде всего. И мы понимаем, и наши психологи говорят, что наши дети до тех пор, пока не обожгутся, пока палец не порежут, они не поймут, что это такое. И поэтому мы должны любые средства применять в этой работе. Напоминать, говорить, подсказывать. Это одно из моментов безопасности жизнедеятельности наших детей. 112 – номер для вызова спасателей по всей Европе. И это тоже учитывали при создании специальной линейки натуральных сырков с оригинальным рецептом. Вкусную продукцию уже поставляют в Россию. А дети что любят? Они же купили, развернули, посмотрели, что там интересное нарисовано, написано. И дальше идут, смотрят мультфильмы. Дальше у нас в проекте вместе с МЧС не только мультфильмы, а продвижение в соцсетях, и реклама наружной, и раскраски. И там много-много-много-много. И я надеюсь, что все-таки совместными усилиями мы оградим наших детей от многих опасностей, которые существуют и на улице, и везде. За акцию детям раздали 112 сырков, и количество сладостей тоже понятно. Ведь именно по такому номеру можно дозвониться спасателям, если случилась беда. Встретимся у звездочета! В последнее время с привычкой «пойдемте покурим» борются достаточно активно и штрафами, и ограничениями. Что помогает? И помогает ли кнут или пряник? Попробуем разобраться. Некоторые меры по ограничению продажи сигарет были приняты еще 15 лет назад. Из реализованного теперь на кассах-магазинах можно увидеть только перечень названий сигарет с ценами. Запрещено курение в учреждениях здравоохранения и образования, в поездах дальнего следования и на ЖД и автовокзалах. Повлияли ли ограничения на количество любителей подымить? Вопрос открытый, и лучше задать его напрямую. В принципе, никак не повлияло, если честно. Я как-то особо не слежу за тем, что какие-то там акции проходят, отказы от курения, поэтому я даже не знала, что сегодня такой день. Если раньше люди с дымком в руках хаотично перемещались по городу, то теперь их легко можно подсчитать под табличкой «Место для курения» и составить социальный портрет. Кто чаще курит, мужчины или женщины? Подростки. И, честно сказать, это очень угорчает. Согласно данным последних социологических исследований, в Беларуси курит каждый третий. Курит и дома, и на улице. Смотри, мужчина стоит, курит, дети рядом. Давай-ка в урну заглянем, сколько там окурков. Ну, прилично. Имеют право. Пока. В тексте действующего антитабачного документа ничего не сказано про остановки общественного транспорта. Но о поправках уже наслышаны. Указы какой-то хотят создать, чтобы не курили на остановках. Может, это и будет лучше, и чище. А вы сами курите? Сам курю, если честно. Но курю, как уже не сорю. Минздрав инициировал унесение изменений в декрет номер 28, благодаря которым намечены очередные шаги в борьбе с табакокурением. Но в целом многие запреты действуют и сейчас. Курят в подъезде, табличку повесили, штраф. Ну, а что делать, если сосед сверху или сосед снизу все равно дымит? Зафиксируйте время и место и обращайтесь в ЖИО. А там уже составят административный протокол. И статья есть. 21.16 КУАП. Штраф положен. Получите, распишитесь. Но на деле прецедентов наказания любителей выпустить пар немного. Если брать период времени этого года, то порядка двух случаев мы привлекли к ответственности и двух случаев освободил суд по малозначительности. Зачем курить в подъезде, если можно курить на балконе? Но очень скоро и такой возможности не будет. Ни на детских площадках, ни на остановках и даже в машине, если рядом дети до 14 лет. Гораздо сложнее придется и владельцам электронных сигарет, ведь эти модные гаджеты приравняют к обычным. На выбор покупателей. То есть если кто-то хочет просто попарить без никотина, ничего, вот предлагаем, нулевочки есть у нас. Если надо никотин, мы подбираем никотин, как хочет клиент. А через год с небольшим торговать ими можно будет только при наличии лицензии. Такой инициативой выступает Минздрав. Аргументы просты. К счастью, прошло уже определенное количество лет и есть наработки по электронным сигаретам. Вначале это, значит, преподносилось как, ой, это очень хорошо, это замена, это безвредно, это все. Сейчас, в последнее время, вред электронных сигарет уже доказан. И электронная сигарета не в силу своих химических вот этих вот, скажем так, наполнителей, это не лучший вариант. Это также вредно и, пожалуй, может быть даже более вредно, чем никотиновая табачная зависимость. Курить вредно. И с этим не спорят даже те, кто делает очередную затяжку. Здоровье не то, совсем другое. Но что делать с этим не знают. Ограничения, по словам самих курильщиков, слегка оживляют дохлую лошадь. Главная мотивация – здоровье. Стало ли меньше тех, кто страдает от пагубной привычки затянуться? Авторитетное мнение у врачей, ведь болеть стали меньше. Пропаганда развенчания вот этой модности, вот этого брутализма, что ли, курения, она присутствует. И поэтому отказ от курения сейчас, мотивация есть у многих пациентов. Курить или бросать, должен решать каждый. Но если курить, то учитывать интересы тех, кто рядом. Юбилейный для Могилева год стал богатым на юбилеи. Несколько городских мест и зданий отметили день рождения, далеко перешагнув 100-летний и даже 200-летний рубеж. Номер 5. Могилевский железнодорожный вокзал. Построен в 1902 году. 115 лет городской вокзал встречает и провожает пассажиров. Сегодня от него до центра города минут 10 на автобусе. А когда-то это была Могилевская окраина, которую украсило одноэтажное здание вокзала. Его появление связано со строительством в начале прошлого века железнодорожной ветки Орша-Жлобин. За 115 лет вокзал не раз ремонтировали, и все же он сохранил свою оригинальную архитектуру и сегодня является одной из визитных карточек Могилева. Номер 4. Могилевский государственный областной лицей номер 1. Здание построено в 1892 году. 125 лет здесь учат разумному, доброму, вечному. История первого лицея, который стал первым в Беларуси, началась с женского епархиального училища. Кроме закона Божьего и общеобразовательных предметов, девицы занимались гимнастикой и танцами, изучали светские манеры. Здесь готовили будущих учителей церковно-приходских школ. Официально. Неофициально, а образцовых жен для священнослужителей. После здесь была школа красных командиров, педтехникум, интернат и, наконец, первый лицей. Номер 3. Парк Горького. Заложен в 1882 году. 135 лет шумят деревья в старом парке. Правда, раньше его называли садом. Своё первое название он получил в честь могилевского губернатора Александра Дембовецкого, который и заложил его. В парковой аллее помнят, как здесь прогуливался император Николай II с наследником, офицеры и генералы ставки. Много лет парк был центром городской культурной жизни. Здесь был летний театр, аттракционы и танцплощадка. Сегодня это уже история. Но могилевчане по-прежнему любят гулять в старом парке. Номер 2. Могилевский государственный медицинский колледж. Основан в 1847 году. 170 лет назад здесь учились лучшие акушерки Российской империи. История могилевского медколледжа началась с отделения для сельских повитух при городской больнице, которая через несколько лет стала центральной повивальной школой для Могилевской, Минской и Витебской губерний. Вместе с ней организовали еще одну фельдшерскую школу. Учебное заведение несколько раз меняло название, но не статус. Здесь всегда готовили будущих медработников лучших в стране. Номер 1. Могилевская городская больница скорой медицинской помощи. Основана в 1802 году. 215 лет медицинской практики. Это Могилевская больница, старейшая в республике. Сегодня здесь 25 клинических отделений, а начиналось все с 40 больничных коек. Могилевчане по старинке называют ее первосоветской, наверное, потому что она стала первой в СССР больницей скорой медицинской помощи. Каждый день здесь спасают тысячи жизней. Дмитрий Роговцов и Дмитрий Юрковец скрупулезно заполняют бумаги. Совсем недавно в их жизни произошло долгожданное событие. Оба уже не в первый раз стали счастливыми отцами. Теперь перед мужчинами не менее важная задача – правильно зарегистрировать ребенка. Дать имя, с которым маленький человек пойдет по большой жизни. И здесь важна каждая буква. Звали мы сына Владислав, то есть это владеющий славой. Будем надеяться, что в дальнейшем в жизни ему имя поможет пробивать себе дорогу, ну и быть популярным среди сверстников. Ребенка назвали Ксения, а имя принимали обоюдное. Понравился обоим и решили так назвать. Это наш второй ребенок, и мы этим гордимся. За годы своей профессиональной деятельности начальник Могилевского ЗАГСа Галина Аножко была свидетелем регистрации новорожденных с разными именами. Самое необычное – Карлсон. В 90-е такое имя мама дала своему сыну вполне осознанно. О судьбе мальчика ничего не известно. А вот по наблюдениям начальника ЗАГСа, вторых детей в семье называют более традиционными именами. Ну, по-прежнему третий год подряд в лидерах у нас София. Из имен мальчишечек самое популярное имя – Артем. На сегодняшний день в городе Могилеве. Унять фантазию родителей закон не может. Ограничения есть, но они скорее касаются количества, а не качества. Да, сегодня не запрещено законодательством давать ребенку два имени. Особенно девочек в городе Могилеве сейчас называют, например, Анна Виктория или Анна Мария. К слову сказать, в ЗАГСе также работает обладательница редкого имени. Для сотрудников Джанета Степановна, а для друзей просто Жанна, рассказала нам, как живется Джанетом в Могилеве. Мне папа хотел какие-то экзотические имена дать своим детям. Например, сначала он хотел называть меня Октябриной, поскольку родилась 3 ноября, перед Октябрьской революцией. Но потом почему-то, в общем-то, решили, что это не совсем такое имя, которое будет, ну, как бы, удобно ребенку. Ну, и вот все-таки остановились на Жане, Жанетте. Это вторая младшая группа. В этой группе у нас 3 Александра, 4 Артюма, 2 Александры, 3 Валерии. Ну, а вообще у нас в зашкольном учреждении есть и такие имена, как Олекса, Милана, Кирена. Для того, чтобы быть в тренде, молодые родители часто экспериментируют в выборе имени для первенца. Удался эксперимент или нет, становится понятно, когда ребенок идет в детский сад. И здесь могут появиться трудности, с которыми один на один столкнется маленький человек. Мама мне рассказывала, когда меня еще не было, она попросила Божьимку дать мне какое-то имя и дала мне имя Велина. Мое любимое женское имя Лена, потому что мою маму так зовут. Я Маша, потому что мое имя очень популярное. И в моем доме живет еще одна Маша. Я бы советовала родителям, которые выбрали уже для ребенка сложное имя, сократить его до того, чтобы ребенок смог произнести его четко. И когда он завозил, знакомился с другими детьми, старался подружиться, чтобы он смог произнести его. С известием о том, что в мир придет новый человек, приходит и вопрос, как его назвать, чему прислушаться, к сердцу или разуму решают родители. За ребенком остается право изменить имя. Воспользоваться им можно, достигнув 16 лет. Ведь имя – это как код, который не только выделяет, а если верит звездам, то и наделяет человека определенными качествами характера. Аптекарь или по-современному фармацевт – одна из самых древних профессий. Сегодня они меньше занимаются изготовлением лекарств, больше продают. Но, как и раньше, знают о великом множестве медикаментов и трав. В этом году лучшим фармацевтом Могилевщины признана заведующая городской аптекой номер 60 Екатерина Ореховская. В детстве я всегда хотела стать медицинским работником, либо ветеринаром, либо врачом. Про фармацевт, если честно, не было в планах. Когда пришло время готовиться к поступлению, на врача и на ветеринара не было возможности поехать учиться. Рассмотрели такую профессию, как фармацевт. В принципе, очень заинтересовала, решила себя в этом попробовать. О выбранной профессии Екатерина не пожалела. В принципе, фармацевтика как связующее звено между химией и биологией со щепоткой медицины. А сколько нужно знать лекарств? Только в этой аптеке их около двух тысяч наименований. Когда молодым фармацевтам она пришла на работу, признается, было страшно. Оказалось, что практика отличается от теории ответственностью. Самое главное для детей, конечно, это соблюдать дозировочку, возраст ребенка. В принципе, это основное, наверное. И правильно читать назначение врача. Потому что есть много препаратов, которые, в принципе, пишутся одинаково. Одну букву, другой заменить. То есть, может быть, уже совсем другой препарат. Показание на рецептах скоро закончится. В 2020 году в Беларуси завершается программа по информатизации системы здравоохранения. Один из ее пунктов – это переход на электронные рецепты, что значительно облегчает жизнь и пациентам, и фармацевтам. У вас выписаны два лекарственных средства – амоксицелин и бисапролол. Амоксицелин – 20 доз, дозировки 500 мг, бисапролол – 10 мг, 30 доз. Правильно? Да, мы видим общую картину всех лекарственных средств. В бумажном рецепте есть возможность нечитаемости рецептов. В электронном все видно. Сегодня в редких аптеках готовят лекарства по индивидуальным заказам. Но обязательно этому обучают студентов, сохраняя тем самым какой-то старинный аптекарский дух. Как и раньше, важно соблюдать строжайшую последовательность в рецепте, иначе получится не та реакция. В городе у нас достаточно аптек, и уже перевыполнены стандарты. Если у нас порядка одна аптека на 8 тысяч населения, то у нас порядка одна аптека на 3,5 тысячи населения. Но сюда входят и аптеки государственные, и аптеки других форм собственности. Заведующий аптекой, фармацевт, работа не пыльная, но весьма эмоциональная. Ведь часто приходится быть и советчиком, хотя по правилам назначает лекарства врач. Но пока у нас признается Екатерина от любой головной боли, люди тут же норовят выпить таблетку. Вместо того, чтобы разобраться, а почему болит. Да, вообще считается, все лекарства запивать нужно обычной питьевой водой. Не мешать ни соками, ни компотами, ни чем-нибудь еще покрепче, как у нас некоторые любят. Сама фармацевт медикаментами лечится редко, им предпочитает хорошее настроение и юмор, чего и желает всем зрителям передачи «Встретимся у звездочета». А потому предлагает смешные случаи, когда покупатели путают названия лекарств. Мужчина требовал глазные капли «Тайфун» вместо «Тауфона». А кто-то спросил «Растопоршу» вместо «Расторопши». Девушка, дайте мне, пожалуйста, то лекарство, которое я выговорить никак не могу на букву «С». «Оцилококцинум» – да. «Фаустгель» – просили настойку «Ахинеи». Свечи с кроссовкой вместо «Красавки». Пастушья самка вместо пастушьей сумки и сироп солодки заменяют сиропом селедки. А мизинец «Форта» должен быть у каждого в аптечке. Говорят, школьная пора – самая чудесная, но студенты могут с этим поспорить. В нашем городе пять высших учебных заведений. Кто же он, могилевский студент? Сегодня мы попытаемся это узнать. Что вам больше нравится – в школе за партой сидеть или в университете? Однозначно в университете, это все говорят. Почему? В университете ты делаешь акцент на те предметы, которые тебе нужны, которые тебе приятны изучать, которые ты готов изучать вообще. А в школе массово – там математика, физика. Ну и плюс – тут никто на тебя не давит особенно. Ты сам считаешь – учить, не учить. Ну, уже к сессии ты понимаешь, что лучше учить все. Учиться, учиться и еще раз учиться. Но не учеба, единый жив студент. Чтобы не превратить свои самые лучшие годы в рутину, ребята сами придумывают себе развлечения. Например, будущие журналисты. Наташа Юренкова и Кристина Башаримова снимают университетские новости. Не профессиональные, зато с душой. Девчонки снимают видеоролики о жизни вуза, сами их монтируют, озвучивают. Это такая небольшая телестудия в лице двух человек. Ну, вообще, сам проект «МСО Ньюз» существует уже два года. Буквально на днях ему исполнилось два года, когда был снят первый ролик. А мы, собственно, который теперешний состав, мы занимаемся «МСО Ньюз». Начали весной, вот с весны занимаемся. Это где-то конец апреля и даже еще немножко раньше пару раз пробовали. На создание одного сюжета уходит от нескольких часов до нескольких дней. В среднем у каждого ролика около 400 просмотров, а у самых популярных больше тысячи. После дневников первокурсника нас стали узнавать. Когда мы идем по коридору, пять человек встречаем и с пятью здороваемся. И часто задавали вопросы, кто вы такие. А, да, «МСО Ньюз», ну ладно, снимайте. То есть не узнавали, немножко было обидно. А недавно съемочная группа вышла за рамки ВУЗа. Они освещали фестивали «Могутный Божа», «Золотой Шлягер», а также мероприятия в рамках Дня города. Монтируют девчонки свои ролики на ноутбуках, а снимают на обычные фотоаппараты. Их проект – чистый энтузиазм, никак не подкрепленный материально. Нам это нравится. И мы получаем удовольствие, хоть и приходим, уставшие, ноги болят, потому что, особенно я, когда много снимаю, бегаю. И это, конечно, не на таком профессиональном уровне, но нам нравится то, что мы делаем. Мы отрываемся по полной, и нам будет, что вспомнить через несколько лет, когда закончим университет. После долгих пар студенты спешат домой. Кто-то к маме с папой, а кто-то в свою комнату в общежитии. Да, вместе жить и вести быт не так просто, но для иногороднего студента это хорошая помощь. Благо, почти все могилевские вузы предоставляют своим новобранцам, пусть и не место под солнцем, но хотя бы под крылом заботливого воспитателя общежития. Это на сегодняшний день дом, в котором должен быть порядок, уют. Ну и мы со своей стороны, все наши сотрудники, стараются, чтобы себя студенты чувствовали всегда уютно, ощущали заботу, внимание и понимание. В своем втором доме ребята кушают, спят, готовятся к парам, а еще развлекаются, влюбляются, делятся друг с другом секретами. И часто соседи по комнате становятся настоящей семьей. Ну, обычно мы все вместе собираемся, ходим гулять в клубы, а иногда нам даже, ну вот как сегодня, даже не нужно никуда выходить. Ну, в честь студента, получается, для нас. У нас здесь в общежитии пройдет мероприятие, а потом дискотека в честь Дня студента. Это все будни и праздники наших героев, но мы так и не ответили на главный вопрос. Кто таков могилевский студент? Ну, мне кажется, могилевские студенты – это веселые, целеустремленные и суперские ребята. Студенты, они все одинаковые, отдыхают одинаково, они похожи друг на друга. Студенческая жизнь, она как бы у всех одинаковая. Не важно, где ты учишься, в Могилюе, там, либо в Минске, либо в Витебске, или вообще-то где-то за границей, они все одинаковые. И хоть мнения разделились, мы верим, что могилевские студенты – самые лучшие. Она не такой милый песик, мне бы очень хотелось на ней полететь в космос, потому что она красивая, на ней какие-то там шестеренки. Вот эти вот. То, что, когда нажимаешь, у нее глаза светятся. Мне вот этим она понравилась, и то, что я обожаю мопсиков. Необычные фантазии и яркие впечатления дарят посетителям выставки эти оригинальные экспонаты. Не просто декоративно украшенные, а технически оснащенные. Все они стали достойными арт-объектами городского этапа республиканского конкурса «Техно-елка». Вот это болтики мы решили как бы поддекорировать елочку, ну, чтобы не просто круги были. Мы взяли болтики от старой мебели, и перед тем, как вкручивать их, мы их зашлифовали, ну, почистили, получается. Пятиярусная, не зеленая, как обычно, а серебристая елка – это коллективная работа от второй школы Могилева. Творческая задумка, а потом и сама елка появилась благодаря проведенному в школе ремонту. Приглянулись втулки от рулонов линолеума. Их и использовали девятиклассники. Ну, на ваш взгляд, ребята справились, молодцы? Справились, справились, молодцы. Все аккуратно, старались, даже на каникулах приходили. Как считаете, есть шанс победить? Ну, я думаю, наверное, есть. Судить уже мы не судим, но я так думаю, что она не худшая елка здесь. А вот Иван Гашников решил действовать в одиночку. Одиннадцатикласснику из первой школы помог опыт отца, в прошлом мастера ковки. Не похожая ни на какую другую, эта елка рождалась долго и непросто. Сначала появилась 3D-компьютерная модель, потом бумажная, а только после – из железа. Это такие вот части, которые кованы, тут декоративные. Это все мы сами сделали, прутки, раскаляли, согинали, то есть, чтобы красиво было. Конечно, будет конкуренция. И, ну, я, например, пытался делать что-то свое, то есть, несмотря в интернете, несмотря какие-то примеры. То есть, то, что вот мне придумалось, то, что в голову пришло, то я и пытался сделать. Кстати, автор «Кованой елки» уловил самое главное. На конкурсе должны быть работы, может, и не эксклюзивные, но действительно особенные. Скопированные интернет-варианты вряд ли смогут претендовать на победу. Поэтому могилевские участники постарались на славу. С года в год удивляешься креативности ребят, как они находят материалы, сколько труда, любви, задумок вложено в эти вещи. И каждая вещь оригинальна по-своему. 27 учебных заведений, 6 десятков работ. Конкуренция нешуточная. Какой же будет лучшая техно-елка Могилева? Скоро определит жюри. Победительница представит город на областном конкурсе. Редактор субтитров А.Семкин